Константин Коровин. Рассказ на рыбной ловле. Читает Андрей Филипак. Был дождливый день, мы сидели дома. Вот дождик перестанет, сказал я, пойдем ловить рыбу на удочку. После дождя рыба хорошо берет. Шаляпин, скучая, пел. Вдоль да по речке, речке по казанке, серый селезень плывет. А дно и то же, бесконечно. А Серов сидел и писал из окна этюд. Сарай, пни, колодец, корову. Скучно в деревне, в ненастную пору. Федя, брось ты этого селезня тянуть, надоело. Ты слышишь, Антон, сказал Шаляпин Серову. Имя Серова Валентин, мы звали его Валентоши Антоши Антоном. Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто ж, позвольте вас спросить, поет лучше меня, Константин Алексеевич. А вот есть. Цыганка одна поет лучше тебя. Слышишь, Антон, Коська-то ведь с ума сошел. Какая цыганка? Варя Панина поет замечательно и голос дивный. Ты слышишь, Антон, Коську пора в больницу отправлять. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина. В стрельне поет. За пятерку песню поет. И поет как надо. Ну, погода разгулялась, пойдемте-ка лучше ловить рыбу. Я захватил удочки, сажалку и лесы. Мы пошли мокрым лесом, спускаясь под горку и вышли на луг. Над соседним бугром, над крышами мокрых сараев, в небесах полукругом светилась радуга. Было тихо, тепло и пахло дождем, сеном и рекой. На берегу мы сели в лодку и, опираясь деревянным колом, поплыли вниз по течению. Показался желтый песчаный обрыв по ту сторону реки. Я остановился у берега, воткнул кол, привязал веревку и, распустив ее, переплыл на другую сторону берега. На той стороне я тоже вбил кол в землю и привязал к нему туго второй конец веревки. А потом, держа веревку руками, переправился назад, где стоял Шаляпин. Садись, здесь хорошее место. С Шаляпиным вместе я, вновь перебирая веревку, доплыл до середины реки и закрепил лодку. Вот здесь будем ловить. Отмерив грузом глубину реки, я на удочках установил поплавок, чтобы наживка едва касалась дна, и набросал с лодки прикормки, паренной ржи. Вот смотри, на этот маленький крючок надо надеть три зернышка и опускай в воду. Видишь маленький груз на леске? Смотри, как идет поплавок по течению, он чуть-чуть виден, я нарочно так сделал. Как только его окунет, ты тихонько подсекай к концу мудилища и поймаешь. Нет, брат, этак я никогда не ловил. Я просто сажаю червяка и сижу, покуда рыба клюнет, тогда и тащу. Мой поплавок медленно шел по течению реки и вдруг пропал. Я дернул кончик удочки, рыба медленно шла, подергивая конец. У лодки я ее подхватил под сачком. Что поймал, спросил Шаляпин, какая здоровая. Ясь! Шаляпин тоже внимательно следил за поплавком и вдруг изо всех сил дернул удочку. Леска оборвалась. Что ж ты так наотмаш? А обрадовался с дуру. Леска-то тонкая, а рыба большая попала. Да что ты мне рассказываешь, леска у тебя ни к черту не годится. Покуда я переделывал Шаляпину снасть, он запел вдоль, да по речке. На рыбной ловле не поют, сказал я. Шаляпин, закидывая удочку, ей еще громче стал петь. Серый селезень плывет. Я, как был одетый, встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул «Лови один!» и ушел домой. К вечеру пришел Шаляпин. Он наловил много крупной рыбы. Весело говорил «Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу. Буду только рыбу ловить». «Антон, ведь это черт знает какое удовольствие. Ты-то не ловишь». «Нет, я люблю смотреть, а сам не люблю ловить». Шаляпин велел разбудить себя рано утром на рыбную ловлю. Но когда его будил Василий Белов, раздался крик. «Чего же сами приказали, а теперь швыряетесь?» «Достой, Василий», — сказал я. «Давай ведро с водой. Залезай на чердак, поливай сюда, через потолок пройдет». «Что же вы, сукины дети, делаете со мной», — орал неистово Шаляпин. Мы продолжали поливать. Шаляпин озлился и выбежал в рубашке достать нас с чердака. Но на крутой лесенке его встретили ведром холодной воды. Он сдался и хохотал. «Ну что здесь за рыба?» — говорил Герасим Дементьевич. «Надо ехать на новенькую мельницу. Там рыба крупная. Кникну Осиповичу». На новенькую мельницу мы взяли с собой походную палатку, закуски, краски и холсты. Все это на отдельной телеге. А сами ехали на долгуши. И с нами приятель мой, рыболов и слуга, Василий Княжев. Человек замечательный. Ехали проселком, то полями ржаными, то частым ельником, то строевым сосновым лесом. Заезжали в Буково к охотнику и другу моему, крестьянину Герасиму Дементьевичу, который угощал нас рыжиками в сметане, наливал водочки. Проезжали мимо погоста, заросшего березами, где на деревянной церкви синели купола, и где Шаляпин в овощной лавке накупил баранок, маковых лепешек, мятных пряников, орехов, набил орехами карманы поддевки, и всю дорогу с серовом их грыз. Новенькая мельница стояла у большого леса. По песчаному огромному бугру мы спустились к ней. Весело шумели, блистая брызгами воды, колеса. Мельник Никон Осипович, большой, крепкий, кудрявый старик, весь осыпанный мукой, радостно встретил нас. На бережку у светлой воды и зеленой ольхи поставили палатку, приволокли из избы мельника большой стол, на столе поставили большой самовар, чашки, развернули закуску, вино, водку, а вечером разожгли костер, и в котелке кипела уха из налимов. Никон Осипович был ранее старшиной в селе Заозерье и с молоду пивал на клиросе. Он полюбил Федора Ивановича, говорил, «Эх, парень козовый, ловок!» А Шаляпин все у него выспрашивал про старинные песни. Никон Осипович ему напевал, «Дедушка, девицы, раз мне говорили, нет ли небылицы, иль старинные были». «Разные песни», — вспоминал Никон Осипович. «Едут с товарами в путь из Касимова муромским лесом купцы». «И лучину», — выучил петь Шаляпина Никон Осипович. «Мы сидели с Серовым и писали вечер и мельницу красками на холсте. А Никон Осипович с Шаляпиным сидели за столом у палатки, пили водку и пели лучинушку. Кругом стояли помольцы». Никон Осипович пел с Шаляпиным лучину, и оба плакали. Кстати, плакали и помольцы. «Вот бы царь-то послухал», — сказал Никон Осипович, «Лучина-то за душу берет, то, может, поплакал бы, узнал бы жизнь крестьянскую». «Я смотрю, здорово они выпили. Четверть-то водки пустая стоит». Никон Осипович сказал мне потом, «А здоров петь-то, Шаляпин, эх, и парень золотой! Да чего он, при деле, что ли, каком?» «Нет, певче», — ответил я. «Вон, а что, да! То-то он вторую-то ловко держит. Он, поди, при приходе, каком в Москве? Нет, в театре поет». «Ишь-то, в театре! Жалование, поди, получает». «Еще бы, споет песню сто целковых». «Да полно врать-то! Эдакие деньги за песни!» Шаляпин просил меня не говорить, что он солист его величества, а то из деревень сбегутся смотреть на него, жить не дадут. Мы читали рассказ Константина Коровина на рыбной ловле. Продолжение следует... Продолжение следует...